Утро страны! На телерадиоканале Страна ФМ Доброе утро, дорогие друзья! Это телерадиоканал Страна ФМ Лиза Калинина и Никита Некрасов. Молодец! Вовремя включил микрофон! И мы очень ждали именно 9 часов утра, потому что у нас в гостях джукбокс-трио, друзья! Давайте честно, ну как трио! Ну как трио, но двое это традиционно дуэт Название это песни, господи боже мой группа джукбокс-трио, поэтому мы так и объявляем Третьей с нами незримо предстоит Илья, Гарри у нас в гостях. Сегодня привет парни! Рады вас видеть вновь У нас в прошлый раз Гарри опоздал Был Вова, сегодня Вова Ждем, ждем Мы очень вам рады Мы с вами встречались перед вашими концертами такой серией Потом не виделись. Как все прошло, расскажите Замечательно, мы объехали все лучшие места Страны Да, мы помним Это значит Москва Потом Казань Казань и Питер А Питер был в конце Ну мы Байкал не зацепили, потому что я считаю, что это одно из самых удивительных, конечно, мест Но все впереди Да, да, да Я помню, вы как так волновались относительно концертов в Казани Как же прошло? Именно там На родину приехали Было волнительно, потому что мы сами себе придумали такой квест Мы выбрали в качестве концертной площадки клуб, в котором первый раз вышли на сцену в 2004 году И этот клуб, что тогда, что и сейчас, не был предусмотрен под лайв-концерты Это больше дискотека Это дискотечный клуб обычный, да, такая история Но, мне кажется, получилось все забавно, интересно Народ плясал, звук был хороший, наш звукорюсер сделал все, что мог, конечно Ну класс, класс Вышел объявлять группу тот самый человек, который объявлял ее в самый первый раз Ооо, ничего себе Все циклично Да, 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 но это была такая, конечно, немножечко вечер ностальгии Потому что он так расчувствовался очень долго Рассказывал залу про то, как это было Ну имеет право Да, да, как он был арт-директором этого клуба И, в общем, заметил В общем, свою историю жизни рассказал Да, приписался к славе Земляков Блин, он замечательный Ребята, вы в прошлый раз приходили с информацией о концертах В этот раз вы принесли нам целую песню и целый клип Расскажите, пожалуйста, про это Ну, просто сколько можно уже ждать Сколько можно Действительно, да Ждать от нас новогодней песни, вот дождались Песни елки называется Песни елки, да И идея, в общем, она живет в головах у нас, жила уже с прошлого Нового года Да Ну, как бы мы тогда придумали, в общем-то, концепцию песни где-то в конце декабря И поняли, что, ну, нет смысла сейчас уже выпускать, уже поздно Все надо вовремя успеть Да, сейчас мы, наконец, все это сделали Выпустили трек Вот уже где-то недели две назад Сейчас вот клип уже готов А клип, над клипом трудились ребята из команды КВН Федор Двинец О, ничего себе Вот это здорово Это, мне кажется, это прямо сразу же тысяча бонусов в адрес этого клипа Ну да, это весело, как минимум Ну, они привнесли такой, как бы, свой замечательный дестрой, который мы так любим от них Ну, скоро все увидим Не прямо сейчас, а буквально чуть-чуть попозже Так что наши зрители, слушатели, готовьтесь Кстати говоря, о зрителях, слушателях, друзья, группа ВКонтакте, страна FM А также WhatsApp, Viber 909-928-1-89-9 Присылайте парням свой вопрос, я думаю, они с удовольствием ответят В общем, на новогодние праздники, которые так близятся, какие планы у вас, что вы будете делать? Много непубличных концертов Вот мы сейчас... Как ты аккуратно это сказал? Нет, это надо запомнить Я завтра, кстати, еду вести непубличный концерт То есть, не здесь работать, а где-то... После, после здесь я еду на непубличный концерт Это формулировка уровня женщин с низкой социальной ответственностью Например, да? Доброе утро, доброе утро, ребята Затокать Такой же тонкости Да-да-да Ну и помимо всего прочего, мы сейчас активно работаем над новым треком Вот буквально на днях мы закончили новый фит с диджей-грувом Да-да-да-да Песня будет называться «Бит и бас» Ну это где-то в феврале Мы планируем запустить прямо вместе с клипом в феврале А снимать хотим сейчас, наверное, буквально На днях мы встретимся, обсудим, о чем будет клип Найдем команду, которая будет снимать И планируем до Нового года, конечно, все, съемки завершить Здорово, сколько новостей Да, как с грувом-то работает у Ласи Да прекрасно Мы начнем с того, что мы с ним абсолютно удивительно познакомились на одной из музыкальных премий На красной дорожке подошел и говорит, ой, ребята, я так давно хотел с вами познакомиться Ой, да, это приятно Да, это было дико взаимно У нас-то в голове он живет как легенда просто Легенда русского драм-н-бэйса Тот самый, да И тут он тот самый подходит и говорит, ребята, вы крутые Давайте что-нибудь вместе замутим И мы, там, я за ночь придумал концепцию песни Потом мы вместе все ее разогнали И пришли к Гру А сначала он пришел к нам в Переделкино приехал Вот это да! То есть еще сам приезжай с к нам в Грязной дорожке А потом сам в Переделкино Вот, молодец как вы Все сложилось, это очень круто И он прям возлагает дикие надежды Все люди, которым он показывал И своих коллег вот этот трек Они говорят, что это хит Ну ждем Заинтриговали Ждем хит, но это февраль Ну февраль, да Понятно Трек уже готов, но нужно же еще видео Да, а кусочек этого видео со студии Как мы работаем над ним Можно увидеть в наших соцсетях, в инстаграме Кстати, о соцсетях Вот вы пишите, что премьера Джукбокс-трио, елки И замечательная фраза Если не комментируешь и не репостишь К себе на стену, будешь колот хвоей Абсолютно так Я посмотрю, значит Две тысячи восемьсот человек Видели эту запись Но репостов всего шестнадцать Вот представляете Сколько хвоя Какая работа предстоит вам Ребятам А кто это будет? Хвоя Специально обученная хвоя Это забавно Кто вас, кстати, ведет в соцсети? Вы сами или Всегда помогают? У нас есть замечательные два человека Специально обученные Которые этим занимаются Нет, но есть личные аккаунты Личные аккаунты, конечно, мы сами ведем А групповой Ну, иногда, конечно, мы в этом тоже принимаем участие Когда создаем какой-то контент для этого Там, например, вот эти вот ролики в Инстаграм Где мы поем просто версии песен на троих Да, да, да Вот, но это, конечно, мы сами делаем Ой, еще у вас, конечно, сейчас фишка очень крутая Но, мне кажется, уже многие это обсудили Когда вы учите языку за счет музыки Ну, я думаю, об этом поговорим попозже, да? Ну, да У нас не так много времени А, у нас есть полтора минуты А, все-таки есть Поговорим Спасибо, спасибо Вот что, уже целая такая серия, по-моему, видеороликов И вас всегда в эфирах, я видела, спрашивают Да, с чего все это началось Мы хотели придумать, каким образом Особенным образом казанских зрителей И привлечь Привлечь внимание Внимание их к нашему концерту К тому же у нас будет день рождения Да, и мы подумали, что почему бы не сделать уроки татарского языка Ну, да Это же так интересно, тем более, что вот мы с Вовкой И мы из Казани, и мы учили татарский язык И вот сделать какие-то... А вы с собой так говорите? Нет Какие-то коллаборации с татарскими народными песнями Вот, привлекая, то есть, эти народные песни Вместе с тем, что мы учим людей говорить какое-то одно слово на татарском Ну, да, да, это прям как сериальчик такой, да Я вот слежу, это все забавно Ну, и вот, я думаю, таким образом Мы поймали какой-то хайп, что ли В Казани Ну, и брали какие-то... Казанский хайп Казанский хайп, знаменитый Ну, и брали какие-то слова веселые Там вот этот треугольник с картошкой Вот очень-очень-очень у нас был, да Класс Ладно, друзья, у нас уже грядет премьера Да, у нас джукбокс-трио «Ёлки» Прямо в плейлисте стоит Как мы уже поняли, принимали участие команда КВН Федора Двинятина Еще давайте несколько слов, чтобы народ сейчас сделал погромче Смотрите, клип — это своеобразный тест роршика Кто же видит то, на что способен, так сказать А у нас, на самом деле, клип-то уже пошел Давайте отключаться и смотреть, друзья Погромче делайте Погнали! Ёлки Нарастили иголки Царапают руки и шею Любят игрушки Наряды и украшения Им нравятся в центре Чтобы вокруг хороводы Мишура мандарины Оливье бутерброды Красивых ёлок будет много Да Оставь свою сегодня дома Поехали! Маленькие ёлки, ёлочки зрелые Ёлочки склонные, ёлочки смелые Ёлочки пышные, ёлочки стройные Милые, тихие и беспокойные Ёлки лесные, ёлки столичные Ёлка кремлёвская, красный, кирпичный Разный, яркий, клёвый, отличный Но самая любимая — моя личность Ёлки, ёлки Ёлки Ёлки, ёлки Ёлки Ёлки, ёлки 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 Выходят из спячки Ёлки Заполняют эфиры Ёлки В метро и на тачках Ёлки Занимают квартиры Ёлки Со звездой красноострой Ёлки С вами праздников мало нам Ёлки Так мы затузим на новый Ёлки Продлеваем до старого Ёлки И каждый новый год новые Да К хороводам готовые Поехали! Ёлки с такими большими шарами Звездатые ёлки Ёлки лохматые Ёлки заснеженные Иногда одиноко стоящие К стенке прижатые Ёлки базарные Дикорастущие В витринах подарки хранящие Ненастоящие Долго живущие Ёлки заморские Мои дорогущие Ёлки 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 Праздник Ёлки 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 Тигристого сила Клопок в потолок Наша Ёлка срубила Ёлки avo Витри 1947 23 58 23 59 Угняемся Ёлки 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 Продолжение следует... Итак, друзья, мы продолжаем. Всем доброе утро. Лиза Калинина, Никита Некрасов. В гостях у нас сегодня джипбокс-трио. Ну что, Илья, Гарри, как вам? Сами оценили премьеру клипа. Я слышала много комментариев. Было, было. Ребята так отслеживали. Так как клип совсем свежий, мы только что посмотрели, судя по всему, финальную версию. Мы гадали, а нас цвет коррекции или нет. В общем, про каналы, видишь, парни. Затачивались. Я могу сказать, что мне просто понравилось. Ну, узнается, конечно, стиль Федора Денетьева. Я-то думала, они тоже будут в кадре. Не-не-не, они выступили как креативная группа и режиссеры. Я вот думаю, вот братья Ивановы, вот родители смотрят, думаю, вот они мои мальчики. Чадушки. Ну да, да, да. У нас родители нормально отдают. Ну про забавное, думаю, вот два братья. Папа видел, ему, не помню, понравился. Ну да, особенно когда там торс так снимают. И вы там все хороши, конечно, в троем. Торс красивый. Парни, песня новогодняя. Мы уже выяснили с вами, что это будут не... Как это выражение? Вот это вот, как ты сказал. БДСМ. Не публичное БДСМ, да. Не публичное выступление. Вот. Какие вообще, в принципе, планы на Новый год, на новогодние праздники дальнейшие? И вообще, в принципе, про Новый год давайте поговорим. Еще российское социальное отец. Да-да-да. Какое ценное утро. Оставайтесь, парни. Да, с удовольствием. Здесь отратание кодово придется. Вот. Про БДСМ-то мы с ней поговорим. Нам только кофе вовремя подливайте, а мы остаемся с вами. Продолжим, да. Кошмар. Так, о чем мы говорили? Планы что? Новый год. Традиционные. Петь, веселиться, потом отдыхать. Собственно, все. Где отдых планируете? Отдых, ну кто где. Я на Пангану поеду. О, класс. Там целая большая толпа креативных и творческих людей собирается. Да, туда сейчас буду палить людей. Саша Потапов из фруктов поедет. Ну, в общем, многие. А как прям с первого числа или раньше или позже? Ну, отпуска вообще с первого у артистов. Но вот мы решили поставить себе чуть-чуть люфта. С третьего. Вдруг еще продолжится новогодний праздник. И песня «Елки» зайдет, и мы еще где-то поступаем. Правильно, правильно, правильно. Абсолютно. Но не запланируешь, да, пока? Может, выстрелить сразу? Да, да, да. Поэтому ждем. Класс. Но люди нам тоже пишут о ваших планах, ждут. Вообще, вот если говорить о непубличных концертах, мероприятиях, где в основном? Москва, Питер или все остальное? В Казани, может, зовут? Ты о непубличных или о публичных? Была Барселона недавно. Вот, все Барселона, друзья. Класс. Так будет Москва, будет не Москва. Не надо, наверное, да? Не надо. Не надо, наверное. У парней все нормально. Смущает. У парней, да. Вы помните свои празднования Нового года еще до того, как вы стали джукбокс-тримом? Как это было? Я учился в школе, хотел стать врачом, хирургом, травматологом, учился на отлично медицинском колледже. Нет, это понятно. То есть ты в любой момент можешь оказать медицинскую помощь? Я имею в виду... Сейчас уже нет, я ничего не понял. Новый год. Трагиотомия, вторуюсь. Как Новый год? Да. Сейчас ты говоришь, что Новый год это не публичное мероприятие, а как вот до того, как начались они? Это просто в кругу семьи, в кругу друзей. Или сначала в кругу семьи, потом в кругу друзей. Но это традиционное. Традиционное. Ничего не традиционного в наши тогдашние новые годы не происходило. Вот, кстати, Новый год, который мне запомнился, это когда мы в Казани на площади выступали. Прямо вот... Типа в 12.50 мы в 11.50. Бой Курантов стоял. А у нас кто появляется в студии? О, привет, Вова! Вова пока постоит. Привет, привет. Привет, привет, привет. Привет, привет, привет. Как здорово, что ты поборол все пробки. Слушай, мы очень рады тебя видеть. Вова, ты прям нежданчив, эксклюзив. Пока тебя не было, ребята раскрыли все твои секреты. Ну, во-первых, мы посмотрели клип «Елки». Как вам, ребят? Ох, класс. Нет, класс. Я тут задавала вопрос. Илья, что же родители-то ваши... Илья отмолчался, говорит, не помню, что папа сказал. Не помню. Да, в смысле... Ну, там такой клип нормальный. Нет, ну, мы решили, что вообще полумер быть не должно в этом клипе. Однозначно. Если мы любим, то любим всем, так сказать, сердцем и телом. Никаких полимеров. Никаких полимеров, да. Да, никаких полимеров. Как добрался, Вова? Как ты? Добрался прекрасно. Ну, просто, ну, там, люди, как сказать, с утра очень злые. Московушка. Они не очень любят свою работу, поэтому вот так едут очень вяло, с грустными лицами. Ну, ты нас слушал, парни, слышал? Слышал, что они говорят? Не успел. А у меня радио нет. Правильно. Спасибо. Машина новая, пустая. Ты взял такой, как выключил радио. Да, базовая комплектация «Майбаха» не подразумевает радио. Да. Действительно. Ну, ничего страшного. Скоро ведут непубличные мероприятия, о которых говорил твой брат. Да, мы заработаем на автомагнитолу. Да, на автомагнитолу. Вот. Отложить деньги, отложенные на кружку, и накопить на что-нибудь другое. На автомагнитолу. На автомагнитолу, например. Вот. Нет, почему? У нас были классные подарки. Вот я помню, Горынычу как-то на Новый год мы подарили хорошие пианино. Или кто? О-о-о. Ну, да. Крутой подарок. Оценил. Тебе мы какие-то все гаджеты подарили. Да, я балдею, когда мне дарят какие-то большие наборы лего. А, да? Собираешь? Собираю. Один? Да. У него даже есть такое видео в таймлапсе, где он собирает какой-то лего. Вот прям вот. Лего? По музыку измели. Автобус Volkswagen такой вот старенький. Потом R2-D2 у меня есть. Звезда смерти. Что еще? Звезда смерти и R2-D2 очень сейчас актуальны. Да, кстати. Сегодня премьера. Да ладно. Да. Все началось? Звездный бой. Началось. То есть не только мы. Релизнулись. Клево. Сегодня парни просто в эфире договариваются. Понимаешь, о планах своих не все нормально. Отменяется непобличное мероприятие. Идем на Звездные войны. На Звездные войны, конечно. Премьера, но сегодня можно сходить. R2-D2. О! Слушайте, у вас же теперь трое. Вы же можете нам что-то спеть или неохота? Как вы с утреца? Нет, вообще с утреца, конечно, мы... Но мы же сейчас что-нибудь придумаем. Только-только... Ну, давайте пока будем думать, еще поговорим. У нас будет еще один выход. И вот тогда... На финалочку. На финалочку. На аккорд финале. Да, да. Ну, может, я тебе вопрос. Что ты всех... Ты знаешь, перетянул одеяло на себя. Нет, я просто посмотрел на время и понял, что... Ах, ничего себе! Антон-то расщедрился. Ну, молодец. Парни, вот скажите, пожалуйста, вы улетаете в теплые края. А когда возвращаетесь из отпуска? 25 января. А, ну вы так нормально себе устроили-то отпуск. Месяцок. Да, ну а как? А как? Надо восстанавливаться. Вов, ты тоже летишь туда вместе с братом? Да. Нет. Я... Нет. Боже упаси. С братом нет. С братом отдыхать. Это за что за бред? Подарки дарить? Подарки дарить. Что за ерунда? В корпоративе, что? Вот, мы... Мы разъезжаемся, Люха, по-моему, в Таиланд. По-моему, да, он уже сказал. По-моему, да, я в Таиланд. В Набале. А, понятно. Ну, в принципе, я еще думаю. Очень переживали насчет того, что там вулкан недавно извергался. Но ничего, он уже по-острому только так. Ну, мне кажется, там будет новогодняя пауза вулкана. Вулкан попустился. Попустился, да. Астынь, парень, да. Да, и сейчас только так. Ладно, друзья, у нас сейчас небольшая пауза. Совсем скоро мы к вам вернемся. Все-таки реклама. Я хочу напомнить нашим зрителям и слушателям, что можно задавать свои вопросы. Группа ВКонтакте, сторона FM, а также WhatsApp Viber 909-928-189. Парни, я думаю, с удовольствием прокомментируют. Можно даже устроить такую мини-программу по заявкам. Парни думают, что исполнить. Может, какие-то рекомендации зрителей, слушателей. Совсем в неудобную ситуацию ставят наши гости. Мы предложим, они же выберут сами. Рюмку водки, давай. Скоро вернемся, друзья. Джукбокс Трио у нас в гостях. Утро страны на телерадиоканале Страна FM. Доброе утро, дорогие друзья. Телерадиоканал Страна FM из Галинина Никиты Некрасов. У нас Джукбокс Трио в гостях. В полном, наконец-таки, составе. Молодец. И от этого становится еще приятнее. Да. Теплее на душе. Трио так трио. Ну, вы бодрые, в хорошем настроении. Смотрю, высыпаетесь. Несмотря на пробаки, несмотря на все, несмотря на отсутствие магнитола у Вовы в машине, все равно все прекрасно. Все отлично. Enjoy the silence. Как сказал классик. Мы ждем от вас что-то, чтобы что-то исполнить. А мы вот решили сейчас... Я прямо засниму. Хотите вам эксклюзивчик? Маленький спойлер. Маленький спойлер. Маленький спойлер. Что это будет? Вы сначала расскажите. Я уже рассказал про эту песню с говом. Это вот эта песня. Класс. Просто она сейчас будет звучать так, как мы ее никогда еще, по-моему, не делали. Никогда еще не делал. Сейчас придумаем. Просто мы ее сделали вот так, как она звучит в студии. Просто все, что мы обычно поем, она уже так немножечко подокислилась в нашем мозгу и сознании. А хочется что-то свеженького. Не серчайте, если мы что-то забыли. Да мы вообще не серчаем. Мы еще будем друг друга поправлять. Было бы на кого серчать. Вы сейчас увидите кухню. Да. Закрой свои глаза, почувствуй хаос. Битый бас, битый бас, это все, что нам нужно. Куплет. Нам не надо больше, на работу мы превратили каждый день в субботу. Битый бас, битый бас, любое время года. Нам не надо больше, только бит, только бас, только данс, только газ, только в пол, произвол. Все однажды улетят на Марс. Все, кроме нас. Битый бас, это все, что нам нужно. Ай-ай-ай-ай-э, щитый бас, это все, что нам нужно. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Ну, кусачек. Браво, браво. Просто супер. Я, вы знаете, я вас слушал и представлял рядом с вами Женю Грува, который так же, как вы, изображает скретча на пластинках. Вот, чтобы влиться, так сказать, в процесс, да, он тоже... Прямо актерское мастерство, понимаешь? А у нас есть же, кстати говоря, тоже в нашем инстаграме такой ролик, где Женя Грува делает шейкер как раз. Такой вот, да? Типа, да? Вот. И очень приятно было с Грувом поработать, потому что он прям вгрызается в материалы, очень оперативно все делает. То есть, несмотря на свою загруженность, он постоянно работает над саундтреками к кино, вместе со своими учениками в своей школе диджейства имени Святого Грува. Вот это очень круто, когда такие люди берут шефство. Со своими учениками возвращаются к Звездным Войнам. Со своими подаванами. Подаванами, да. У них косичка она такая. И какой-то тубус на ремне. Так, в феврале мы ждем эту песню. И уже с видеорядом, да? Я думаю, что без видеорядом ее просто не выпустили. Парни, спасибо вам огромное. Приходите к нам в гости. Вы большие молодцы. И я, так как проскочила просто красной нитью через всю нашу встречу БДСМ, вот, я предлагаю все-таки оставаться и дождаться Тани Котовой уже через полчаса. Держите меня. Большая добрая сонная мышь. Все, друзья, джонблок-3 угостя. Спасибо, парни. Парни с наступающим. Спасибо. С наступающим.